и вот смотрите переходим делу еще раз показываю вот это вот делается пульпа пульпа раздавливается эти ткани какое-то дерево это может быть древовидное дерево курс это может быть цветок что угодно может быть и получается много-много маленьких я называю очки доля так я не буду цепляться цветам пусть занимается этим делом вот пускай занимается даже там смородины там или крыжовником ради бога вот по пользу от этого не будет ну и особо вреда не будет по снегам отсидятся но я вынужден был продолжая вот эту спор за оси с этой дамой которая что написала внимание не стоит знать но благодаря ей тысячи людей узнать все попадает еще кроме youtube попадает еще и в этот яндекс вот что и так вот я поспудно готовлю главы в книгу это будет 4 будем живы меня не будет а я надеюсь что уже знаете когда человек помирает к нему отношение меняется я не грустная тема наоборот я говорю как с оптимизмом после этого забывает что он такой сикой нехороший вот а только вспоминает хорошая и тогда может появится пятая книга восьмая десятая книга и в стране наступит появится сады вот вот один из моих постулатов почему я продолжаю воевать с наукой вот она это медведево она не будет это самое воевать микроклонирование для нее это истина а для мне нет вот поэтому мы сейчас прочтем что такое загадка микроклонирование плодовых древовидных растений наивный обман самих себя или тут надо слово или потому что могут и сами ученые ошибаться вот или наивный обман самих себя или лохотрон и абсолютный тупик садоводстве а миллиарды наших денег на ветер это казенные деньги это наши налоги плюс миллиарды на потерянное пустую время когда еще дойдет до мозгов еще добавьте время садоводов которые не дай бог купят это вот это вот вот это вот не дай бог купит смотрим дальше вот это почему я поднял эту тему я про микроклонирование говорил но как-то мельком мельком или мельком значит у меня сосед посадил полтора десятка саженцев вот я еще одну фотографию вот это абрикосы ночи тут понятно они высотой 3 метра три с половиной они были соседом посажены пересам у меня густо они росли вот из косточек и пятнадцатом году я посадил шестнадцатом весной вижу густо пересадили к нему двадцать первый год и они 33 метра мощное деревья первые плоды это сразу вот я свою участку фотографии а там параллельно в это же перед 2016 году были посажены вот эти вот саженцы штук 15 и вот когда я думаю господи боже мой а не в одной паре что интересно не умирает ну и не растут ну у нас какое-то количество снега бывает да вот зима последнее время не самые ледяные вот так всемирное потепление нас как-то затрагивает и вот тогда я подумал они микроклонировали ли это они в тихушку уже продают вот это вот самое вот это вот доведенное это состояние а у них папа нету а вы знаете что такое папа нету это клон я не говорю что это клон может быть он привит я не смотрел может не привит но это но таких у него полтора десятка вот теперь давайте рассуждать так вот про это чтобы мог я не был пустомерен значит если мы берем фрагмент это веточка там ступка или там специально вот какая-то приспособление растерли до состояния пульпы подместили в этот раствор который называется питательный раствор и вот каждая клетка не каждый многие дали корешки без папы то есть это клон мамы если веточку взяли дикую морозостойкую тогда вырастет дичок я еще не путаю это с ним с неба подискутировать вот с этой вот и которая не стоит знать вот тогда дичок тогда наверное надо чтобы клон был культурный сделали ступочку растерли питательный раствор получили морозостойкость откуда откуда морозостойкость и дерево-то культурное и тогда я обратился за это за ночь ниже увидите за консультации и очень не это ну и и предлагали должность как раз заниматься врачи вот этих микроклонов ну а пока чуть ниже вы поймете я хочу как вас чуть-чуть пропущу об этом это чтобы не разбежались извините за врачами и так качество чуть другая тема ну это моя слабость я не могу по-другому меня же другая но я ничего не сделаю вот итак груши сладкие груши а это дегустатор сладкий груш видите вот поэтому я всегда их оставляю в саду огромное количество так теперь значит вот эта фотография я делаю ну может от скуки вишня она мелкая видите она не вкусная нет она годится на переработку на варенье на соки на компоты она годится и я потом огромное количество собрать не возможно когда дерево подошло но я с этого момента начинаю благораживание с помощью черешни иван совет и просто потом нашел хороший снимок вот мы еще вернемся к той теме о которой я говорю ну а ну Субтитры создавал DimaTorzok